В новом выпуске передачи «Лица Сарова» мы расскажем о жизни и творческом пути Ларисы Сергеевны Ивановой, натуры яркой, творческой, энергичной и незаурядной. Лариса Сергеевна почти 20 лет проработала на городском телевидении и радио, несколько лет играла на Саровской театральной сцене, а также занималась педагогической деятельностью. С самого начала жизнь Ларисы Сергеевны стала складываться необычно. Детство было непростым, даже, можно сказать, тяжелым. Дедушка будущего журналиста Семен Михайлович Трофимов был главным аптекарем города Уральска и воспитывал 13 детей. Самый младший из них, Георгий Семенович Трофимов, избрал дорогу не такую, как все. Он захотел добывать золото. Для этого он отправился на золотые прииски в Магадан. И по дороге, уж не знаю, каким образом, встречается Софья Николаевна из Софьи. Это девочка из семьи сирот, из Смоленска, привезенная старшей сестрой Александра, четыре сестры, потерявшие родителей. И Сонечка была самой младшей. Вот они с Георгием встретились. Как они там оказались, мне никто не рассказывает. Дело в том, что там меня родили. И когда мне исполнилось три с половиной четвертый годик, то уже было принято решение. Золото не добыли. Все сквозь песком ушло. А вот девочка, которая родилась, она мешает. Она лишняя. И поэтому девочке надо сказать до свидания. Нужно было отвезти в Москву как Софью, так и меня. Встретиться с той старшей сестрой, которая привезла этих девочек, Соня. И Георгий Семенович сказал, что забирайте в детский дом, отдавайте как хотите. Мне ребенок этот. Ну и все. И тогда вмешался дедушка, мудрый мой Семен Михайлович Трофимов, изумительный дед, по сути святой, который сказал, что мы Ларису не отдадим, а средний сын Сергей, у которого нет детей, возьмет Ларису на воспитание. На сегодняшний день Лариса Сергеевна мало что может рассказать о своей семье. Но несмотря на драматические события детства, у юной девушки были красивые мечты. Ее всегда манили театральные подмостки, тайны за кулисье и перевоплощение в образы. Когда Лариса закончила 10 класс, она покинула родительский дом и поступила в театральное училище в Ростове-на-Дону. Конкурс был очень большой. Поступить казалось почти нереальной задачей. Но можно сказать, что на тот момент Лариса прошла сквозь игольное ушко. И это было удивлением и в то же время большой радостью для еще вчерашней школьницы. И по окончании, да, меня оставляли в Ростове в три театра молодежные, драматические и так далее. Но приехал режиссер отсюда из нашего музыкально-драматического театра «Хельдман». И с нашими руководителями курса, у нас было два курса, Лен Шницер, и я были приглашены вот сюда, в этот град. Ничего не знаю, какой град и так далее. Для меня вот это звучало «Москва». Он такой монок дал. И поэтому в Министерстве культуры, когда я пришла за путевкой, то, как сейчас помню, этакий господин Шахов, который заведовал закрытыми городами, был куратором в Министерстве культуры, и он говорит, «Деточка, так вы куда?» Я говорю, «Москва, центр 300». Два часа! Я его горящими глазами убеждаю, это всего два часа от Москвы. Он так величественно сидит, смотрит на это вот в создании, которое кипит и горит, и говорит, «Два часа на самолете? Да». Я даже не слышу, что он сказал. Для меня совсем другой пласт освещался, озарялся. Ну, все, и все началось. И когда я 24 часа ехала, 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 то это меня удивляло. А когда я уже в зоне захлопнулась, то это я была поникшая. А в театр пришла, опять было потрясение. Я куда? У молодой восторженной девушки были большие ожидания от города и от самой работы в нем. Когда Лариса поняла, что Саров – это мощный духовный и научный центр, то ее восприятие полностью перевернулось. И профессия актрисы стала для нее особым служением. И когда я явилась еще в город, а сцена, на которую меня, называется, вывели в этом городе – это храм. Это храм Серафима Саровского, театр там, вот внутри был. И сцена, меня поразившая, удивившая – алтарь. Значит, на алтарь выйти, играя, выйти масками, образами, подмененными, потому что это уже драматургия, это уже не я в этом, а я уже одеваю на себя образ. Я меняюсь. И самый выдающийся спектакль, который я сыграла на этой сцене за свои три года работы в нашем музыкально-драматическом театре – это спектакль «Женитьба» Гоголя. И я, Агафья Тихоновна, что мне чрезвычайно было дорого и очень нравилось, потому что это явление было даже в постановочном воплощении. Владимир Лысых был тогда режиссер этого спектакля, когда мужская труппа нашего театра, прямо называется, вся почти была включена в образы этого произведения Гоголевского. И это был самый цвет театра. И посему сцена была выстроена удивительно. Вот таким полукругом, вот я сейчас прямо поясняю, как это было, как подкова, которая путь туда нам дает, а здесь вот эти вот были две полуоковы, вот такие. А я в центре. И я сижу, меня зажимают, и я в выборе своем, а кто же, кто же вот эти вот, вот эти вот пришедшие. Я дрожу, я потрясена, и я знаю, что в зале сидят цвет нашей науки, потому что в дырочку занавеса я смотрела, и я видела, что на спектакле фишман сидит на втором ряду. Через три года Лариса Иванова вышла замуж и родила сына Романа. Саровский театр стал разъездным, и уже не было возможности отправляться следом за ним на гастроли. Через некоторое время после того, как Лариса Сергеевна оставила работу актрисы, она встретила коллегу по театральным подмосткам. Та предложила Ларисе поработать на время на Саровском телевидении, на декретной ставке. Но тогда уже стало понятно, что бывшая артистка нашла свое место. На телевидении и радио Лариса Сергеевна получила уникальный опыт, который потом стала развивать и в своей дальнейшей деятельности. На телевидении я была смела достаточно. Я сама писала сценарии, сама их вела и так далее. А для того, чтобы все было правдой, так как техники особой нет, чтобы снимать и чтобы что-то монтировать, нужно было на живую 45 минут вести. Это самая большая передача, театральная встреча была, потому что она мне совсем по сердцу. А все остальное – это было разрешение приходить в учреждения. Медики любили, потому что журнал «Здоровье» был, нужно было в различные отделения нашей больницы приходить. И было разрешено, даже разрешено было участвовать в операциях, для того, чтобы посмотреть, что проходило на операции «Белый халат». Шапочка, и ты уже становился членом команды вот этих врачей. А когда начинался, был, вернее, праздник медиков, и они приходили в студию, то они были в заготовке, в формате говорить о профессии, говорить о достижениях. А ведущие, вот я была ведущей, у меня другие были заготовки. Это было то самое, что могло поразить, удивить как самих присутствующих в студии, так и наших зрителей. Потому что я на операции была. И я видела то напряжение, то включение в свою профессиональную деятельность и работу, которые гиперответственны, и нужно было найти тот образ слова, который бы покорил, удивил и восхитил. И когда говоришь гостю, а помните, на операции я заметила, от напряжения капелька вот тут вот на носу, вот так вот она застыла, и человек расслабился, ребенком прямо в кадре стал, удивился, потому что никогда про это не говорят. О человеческом, о сердечном, о чувствах. Говорить о внутреннем, о человеческом для Ларисы Сергеевны было особенно важно. На тот момент начался непростой период перестройки, когда привычный для всех мир пошатнулся, и люди не знали, как жить дальше. Чтобы понять и узнать эту новую Россию, журналистка поехала по городам и весям страны. Санкт-Петербург, Новосибирск, Магадан, Петропавловск, Камчатский. И снова в это время судьба Ларисы Сергеевны сделала крутой поворот. И в 95-м, по сути, завершив точку, поставив вот этой вот патриотической сборки на проясненное сознание, что писали люди в дневниках и так далее, я прихожу в отдел культуры, и Татьяна Ивановна Левкина, как начальник отдела культуры, говорит, а пойди-ка ты в профессионально-творческое училище искусств на театральное отделение. Я была поражена, удивлена, Татьяна Ивановна, это как, смогу ли педагогом стать еще? Она говорит сценическая речь, мастерство актерское и еще воспитатель. Так что вот будешь курировать, будешь 13 человек детей набираем, иди, у тебя получится. И вот дух захватил уже так же, как я сюда въезжала когда-то, вот здесь меня уже в 95-м дух захватил, а тут у меня еще и первая моя внучка в мир пришла, Алиночка. И вот я думаю, что же, где же найти ту поддержку, которая будет стержневой, основой. Еду в Дивеево, еду к батюшке, хотя на исповедь не приходила, а здесь вот прямо сердце застучало на колеса вперед. И вот я помню, 4 часа я все ходила, ходила вот вокруг, вокруг храма батюшкиного, по сути, там исповедь шла. Я зайду, выйду, зайду. А там, наверное, 5 священников было, все исповедь вели, вели. Я думаю, а где же мой вот тот самый? И вспомнила, когда-то в журнале «Наука и религия» я прочла, матушка из Шамардинского женского монастыря, Оптина пустынь, как-то говорила на вопрос, как же духовника найти? А еще все было пока затенено. И она в ответ держала такой, своего духовника со спины встретишь, почувствуешь. И вот этот мой заход, заход, и, наконец, когда уже они все заканчивают службу, я вижу своего батюшку, отец Владимир, такой могучий, богатырь, такой силы. Я прямо напрямую к нему и говорю, батюшка, я за советом пришла. Вот скажите, 13 человек детей, у них есть родители, отец, мать. И меня сегодня ставят вот такой матушкой, как будто бы к ним, к 13. Как я с ними себя могу повести? А он говорит, самое главное – это внимание и запомни. Его наказ был. Завет был такой – жестокость без любви – ложь. Поэтому жестко, когда ты по правде, а не заигрывая, держишь внимание и его, своего дитя, ведешь, у тебя ведь сердце от любви рвется. Но ты осознаешь то, что ты в ответе, кого ты в этот мир впускаешь. В процессе работы педагогом постепенно начал зарождаться проект «Саровский ключ». Сначала это была телевизионная передача. С экранов телевизора журналистка побуждала горожан не только к здоровому образу жизни, отказу от вредных привычек, но и к нравственной чистоте, нравственному здоровью, духовному возрождению. Идея воспитания души легла и в основу педагогической деятельности. Лариса Сергеевна стала автором уникальной методики, которая нашла последователей по всей стране. Подвижническая деятельность Ларисы Ивановой подтверждает истину – слово без поступка – ничто. Сегодня ее метод по развитию творческой речи нашел свое продолжение у ученых Иркутска. Творческая группа занялась разработкой нового предмета под названием биолектика, жизнечтение, обучение самостоятельному творческому пути в конкретной среде. Кроме того, наука берет на себя роль воспитателя духа. И это самое главное, зачем она должна появиться в современной школе, прийти в каждый дом. Чтобы слова «родина», «очак», «семья», «мужчина», «женщина» приобрели свое истинное значение. Так в Сарове в училище искусства родился взаимобогащающий театр мудрости. Уникальность которого заключалась в пристальном телевизионном отслеживании самого сокровенного – духовного взросления детей. Воспитание у них веры в свои силы, обретение свободы, ума, любви к родине. Ключом, открывающим Саровский театр мудрости, стало слово. Ведь слово, исходя из уст и входя в сердце слушающего, продолжает жить. Сказав или написав его, мы ничего не теряем, в то время как воспринимающий его приобретает. Слово материально. К этому пониманию Лариса пришла через дневники исповеди, используемые в методике Шичко. Желание поделиться накопленным опытом ведет педагога в школы, взрослые аудитории. Привлекает к работе российских ученых, специалистов разных сфер. Отзывы убеждают в том, что методология, разработанная автором, очень перспективна и мотивирует к здоровому образу жизни и творческому труду. Не жалея ни сил, ни времени понесла Лариса свой опыт по городам и весям России. Новосибирский академгородок, Свердловск, Челябинск, Сыктывкар, Приднестровье, Возулуг. Лариса Сергеевна, мы нашли совершенно новые подходы, уникальные, какие-то очень глубокие, масштабные, творческие подходы, в которых нет аналогов. Она нашла тот путь, тот способ, который нас ведет к восстановлению. Она обратилась к детям, но к самому натуральному, к самому святому, то, что еще не успела подвергнуть никакому развороту, никакой обработке. Поэтому это какой-то синтез всех методик психотерапии, воспитания, науки. Это пока что нет даже определения тому, что она занимается, но это очень большая, нужная работа, очень многоплановая и очень перспективная. И сейчас Лариса Иванова продолжает работать над своим проектом, развивать его и продвигать в массы. Такие огромные творческие силы ей придавала и придает ее семья. С мужем, Игорем Григорьевичем Ивановым, кандидатом технических наук, телеведущая прожила 36 лет. Сейчас у Ларисы Сергеевны уже взрослые дети, сын Роман и дочь Мария, и три внучки – Алина, Ульяна и Ксения. На фестивале молодежи с Игорем Григорьевичем мы встретились. Но дело в том, что у него уехала первая его жена с детьми в Киев, прямо сразу, как говорится, поставив условия. Или она с детьми в Киеве, или его очень интересная перспективная работа здесь на объекте. Он пока остался на объекте, вот тут встреча произошла. И поэтому все дальше перепятия событий привели вот к тому, что судьба стала для нашего сына Романа и дочери Марии. Уже вот мы родители. Мы родители. И, ну, очень интересно мы проживали, потому что оба не замешанные на том, чтобы в какой-то добыче и в каком-то потребительстве жить. Ведь мы все время, не то что в Италии, а мы все время были созидателями. Он конструктор, а я созидатель на телевидении и радио. Поэтому это было очень интересно. И 36 лет мы прожили разнообразное. Еще в юности Ларису Иванову поразила легенда Аданка Максима Горького. Героический поступок главного героя и его пламенное сердце стали прообразом всего жизненного пути и самой Ларисы Сергеевны. Вот для меня все время этот образ горящего сердца, он есть всегда живой. Сердце никогда не умирает. То есть подхватывая, я несу через эту жизнь вот это сердце.